Лекция на тему проведения допроса, правил проведения и его цель. Допрос состоит из нескольких этапов. Первым, что вы должны сделать, это узнать личность допрашиваемого. После этого агент должен выяснить необходимые данные о личности допрашиваемого. Убедиться в наличии или отсутствии факторов, способных влиять на его позицию в уголовном деле, содержании его показаний. Свидетелю могут быть заданы вопросы о его состоянии в момент получения сведений, относящихся к предмету допроса. Присущих ему особенностей, запоминания увиденного или услышанного и прочее. Допрос по существу целесообразный. Начинать с предложения рассказать все известное по делу, предоставляя допрашиваемому возможность самому определить круг обстоятельств, по которым он готов дать показания. После рассказа допрашиваемого, один из агентов задает ему уточняющие вопросы и контрольные вопросы, чтобы добиться получения максимума интересующих его сведений и убедиться в достоверности сообщаемых данных. Лекция и окончена. Вопросы есть какие-либо? Да. Разрешено ли применять физическую или психологическую силу к допрашиваемому? То есть психологическую в плане надавить на него через психологию, либо же физическую через силу, не знаю, по столу рукой ударить, по человеку рукой ударить? Чтобы достать необходимую информацию, если видно, что человек лжёт? Да, такое используется, но нежелательно. Если прям наотрез, то да, можно использовать. Но если серьёзное какое-то дело, а не то, что, например, шоколадку украл, и вы его бьёте за то, что хотите узнать информацию, он ли её украл или нет. Ещё вопросы есть какие-либо? Вопросы больше нет? Нет. Нет.